ООН ООН, я хочу сразу сказать, не рассматривает ИГИЛ или ИГЭ, исламское государство, или исламское государство Ирака и Леванта в качестве стороны конфликта и уж точно не в качестве легитимного субъекта международных отношений. С точки зрения ООН, ИГИЛ – это террористическая организация, и к ней применимы все положения международно-правовых инструментов, принятых под эгидой ООН, согласно которым терроризм является одной из серьезнейших угроз международному миру и безопасности, а деятельность террористических организаций не может быть оправдана никакими соображениями. Как террористическая организация ИГИЛ против нее применяются все те положения, которые применяются к недопустимости и предотвращению международного терроризма. То есть лидеры, в частности активы лидеров ИГИЛ должны быть заморожены, поставки в вооружение не допускаются, деятельность, связанная с поиском финансирования своей террористической деятельности запрещается и так далее. Плюс документы Совета безопасности и других органов ООН призывают страны-члены всячески сотрудничать в отыскании и привлечении к суду лиц, причастных к деятельности этой организации. Некоторые положения резолюции Совета безопасности, а их лишь в нынешнем месяце, в октябре, Совет безопасности принял две резолюции по проблеме терроризма, и каждая из них конкретно называет ИГИЛ в качестве организаций, к которой эти положения применимы. В положении этих резолюций призывают страны-члены сотрудничать в том, чтобы помешать исламскому государству использовать современные информационно-коммуникационные технологии, для того, чтобы эта организация могла заниматься пропагандой своей идеологии, организовывать сбор средств, мобилизацию своих сотрудников и так далее. В общем, важно помнить, что все эти резолюции приняты со ссылкой на главу 7 Устава ООН, то есть допускают применение всех средств, включая военные силы, что, по сути дела, сейчас и происходит, я имею в виду действия международной коалиции. Вместе с тем, в заявлениях генерального секретаря на эту тему, особенно в последнее время, просматриваются призывы к тому, что ставка на чисто военные методы решения проблемы ИГИЛ могут привести к радикализации других сунницких вооруженных группировок и в конечном итоге привести лишь к новому витку конфликта, поэтому единственной основой для решения проблемы исламского государства является поиск политического урегулирования, прежде всего в сирийском контексте. Продолжение следует...